Книга «Открытым оком», тема «Дети. Лагерь Стан», том 13, вопрос 2810. Можно ли сказать, судя по характеристикам, какие вы выдаёте в своём лагере, что дети меняются в лучшую или худшую сторону? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. В лучшую почти нет, так как дома они теряют то, что получили у нас. Редко кто из родителей пытается помочь детям развить доброе, чему они научились у нас. Вот и в этом 2005 году знакомим с несколькими характеристиками на наших воспитанников-насельников. Характеристики. Абакумов Андрей, 10 лет. В нашем лагере впервые он оставил по себе добрую память. Открытый лицом и душой, трудолюбивый, обиды над собой не стерпит, даст сдачи, тут ещё ему трудиться нужно. Андрей – желанный помощник в любом деле, честный, прямолинейный, в коллективе пользуется доверием и авторитетом. Подвижный, весёлый, любит купаться и играть. Видно, что дома им родители занимаются. Никогда не унывает, не бывает кислым, не хнычит, домой не просится. Терпеливо ожидал приезда отца Олега. Улыбка так и сияет тихой радостью. Работу делает с рассуждением, разумно. Ни разу за лето не огорчил воспитателей. Как кузнечик скачет постоянно. Удержать уже заложенное можно только с верой в Бога, да поможет ему Господь в этом. В вольной борьбе побеждает своих сверстников, не обижается. В лагерь не только не отказано приехать ещё, но даже и приглашением, что исключительно редко делаем. Саша 13 лет. Рослый, рыхлый, неуклюжий. В лагере второй раз, но больших изменений на лучшее нет. Если оно и есть, то их трудно разглядеть. Исправление затрудняется самомнением, обидчивостью и ленью. А жирная лень – его вторая, а может быть, самая настоящая натура. Ссылаться на некий переходный возраст вообще не нужно. А тут, где все верующие, даже грешно, легко замыкаются в себе, если что не по его или его наказали. Такие люди могут быть склонны к самоизничтожению. Если веры в Бога и страха Божия не будет, то во взрослой жизни ему будет трудно устоять. Практически невозможно. Чтобы остаться человеком добрым, у Саши доброе сердце, сострадательное. Любит слушать жития святых и сам что-нибудь рассказывать. Любитель много и вкусно поесть. Кандидат в инфарктники. От работы норовит увильнуть, спихнуть на другого. Но под строгим контролем, присмотром, будет работать, стараться. Неравнодушен к женскому полу, тем более, что нет страха Божия. С дурными людьми слепляется моментально и прочно. Выступает в роли поджигателя. Легко поддается дурному влиянию. С ехицей лукавый. Женя 9 лет. На первый взгляд ангел во плоти. Но, пожив рядом с этим ребенком, понимаешь страшную трагедию этой души. Вина родителей при единственном ребенке, да если еще рожденном не в юности, вина на 90% в том, что никогда серьезно ребенка физически не наказывали. Лукавая, страшно ленивая, никакой работы не хочет делать. Даже собирать свой род ягоды, стоит столбом и для себя не сорвет. Лживая до беспредела, соврет не сморгнув. Ужасно пакостная, если вошла в туалет сортир, то всю бумагу скинет вниз. Если побыла в столовой, то спрячет несколько кусков прекрасного вкусного хлеба и скинет в туалет, чтобы посмотреть, как он падает. Сама потом объяснила. С первого шага в лагере соврала, что мама ей наказала. Две недели в лагере не есть ничего. А врать нужды не было, так как всю дорогу, как рассказал сопровождающий ее из Новосибирска, уминала мамины пироги и была не голодной. Страшно эгоистичная. Без выгода для себя ничего не сделает. Очень неряшливая, грязнуля. Скволыжная, скандалистка. К мальчикам неравнодушная пышка. С девочками ей не очень интересно. Слово «стыд» для нее вовсе неведомо. Сразу приходит мысль про таких, глядя на нее, что таких малолеток пьяницы родители продают на панель. Умная на зло, сообразительная, воровка. Без зазрения возьмет чужое, будь это вещь или еще что. Сквернословит по-черному. Любит помогать на кухне, хорошо дежурит. Думаем, что Женю выправить еще можно только у нас. Последнее время в ней стали проявляться некоторые изменения в лучшую сторону. На работе она стала предлагать свою помощь. Стала помаленьку шевелиться, старательно мыть посуду и стирать. Собирать ягоды, убирать в келье. Духовным не интересуются. Помыслы об еде в ней неистребимы. Хитрая и злобная. Чтобы она осозналась пакости, нужны сверхдоказательства. И хотя уже все знают, что именно она написала матершинно-лживое письмо, запиралась до упора. Жене отказано приезжать в наш лагерь, но если будет ходатайство двух священников и родителей, что исправилось, то можем принять. 1 августа 2005 года. Эдуард, 12 лет. В лагере нашем впервые. С первых шагов в лагере заявил о своем итальянском происхождении. Доставалось на первых порах, как деду-щукарю. Но после выправился, и остальное время жил без наказания. Когда узнал, что козырек фуражки не должен быть спереди, он у него просто исчез. В женском коллективе он душа общества. Насмешит и потешит. Галантный кавалер. Задиристый. Астрослов. Любит поддеть, подшутить, но не злобно. Напомнит начальнику лагеря, что вот такому-то объявили наказание, но все еще не наказали, как бы не забыть. Но у него доброе сердце. Он любит водиться с маленькими детьми. К ним внимателен, заботлив по-матерински. С ленцой, но постепенно раскачался. Парня не узнать. Он охотно помогает на кухне, хорошо собирает ягоды, любит плавать, хорошо играет в футбол и другие игры. Эдю нужно постоянно держать под контролем и подправлять. Заниматься с ним упорно, и из него будет толк. Парень сообразительный, хозяйственный. Одна из самых негодных черт в его характере – нетерпеливость. Он совершенно не смотрит на обстановку. Если ему нужно вылезть, он может из самолета шагнуть тотчас за борт, как чукча. Вынь да положи ему. Когда разговаривают старшие, он совершенно не замечает этого. У него возник вопрос, желание тотчас же пойти на рыбалку, хотя была бы буря на улице, и с этим он подойдет. Мы пойдем на рыбалку. И сколько ему не делали замечаний в этом вопросе, он так и остался неисправим. С него упреки, как с гуся вода. Приехать в лагерь не отказано. Валя 9 лет. Ее баба Надя в миниатюре. Но только у бабы Нади есть трудолюбие. Здесь же ужасная лень. Глядя на лицо этого ребенка, можно подумать, что она разобиделась на весь белый свет, что ее покинул муж. На лице застывшая печать недовольства и злобы, что усиливается презрительными взглядами из-под лобья. Наглое и непослушное. Упрямство в чисто старообрядческом виде законсервировано, как бы с пеленок. Очень боится наказания. Самая отрицательная по характеру девочка Жени сошлась практически сразу же. Требует к себе повышенного внимания. Любит позировать, чтобы привлечь к себе внимание. Артистка. Очень упорная в своем, обидчивая и злопамятная. Легко замыкается в себе. Часами может дуться, искусственно напуская на себя хмарь. Веры, вероятно, нет вовсе, хотя из всех детей, назвавших себя верующим, только она одна сказала, что она верит наполовину. Нужно беречь ее от мальчиков и особенно от брата Саши. Хороший музыкальный слух. Любит купаться, хорошо плавает. Нет усидчивости. Постоянно нужен строгий догляд за ней и строгое полновесное наказание. Очень неаккуратная, неряшливая, но любит менять наряды на дню несколько раз. Вещи в келье всегда разбросаны. Также и по лагерю, и за лагерем. За собой будет убирать под нажимом после многих напоминаний и угроз. К младшей сестре не имеется страдания. Ее для нее как бы и нет. Оля, 7 лет. Можно сказать, что Оля полная противоположность своей старшей сестры Вали. Открытая, ласковая, внимательная. Веселый, добрый характер. Легко входит в коллектив, общительная. Обиды не показывает, поплакав, тут же повернется, как ни в чем не бывало, и играет. В работе старательная. Любит возиться с бумажками, что-то писать. Вероятно, будет либо учителем, либо продавцом. Неаккуратная. Вещи почти всегда в беспорядке. Бросит на улице грязные колготки либо кофту и будет днями ходить рядом и не подберет. Хотя бы ее вещь там сгнила или сгорела. Любит дежурить на кухне, где она хорошая помощница. С ней не соскучишься. Любит поговорить, понимает шутку. Черта совершенно не свойственная старообрядцам. Кому она как бы принадлежит. Жалостливая, сострадательная. Всегда жалела Валю, когда ее наказывали. Любит рисовать, купаться, подвижные игры. Никита, 7 лет. Упрямый, дрочливый, немирный. Очень трусливый, боится наказания. Общая черта пакостных людей. Может солгать без зазрения совести. Жалости к младшим себя и слабейшим не имеет. Слинцой худое схватывает на лицу, на лету, а доброе, божественное, в него не вмещается. Как будто это совершенно неверующий. На молитве ведет себя, как бесноватый, так же и при чтении писания. Хорошо видно, как лукавый не дает сосредоточиться на божественном. Работает только для рта. Все из-под палки. За ним нужен строгий контроль и строгое взыскание за каждый проступок. Зло в нем уже укоренилось, и доброму плоду оно не дает развиваться. Похож на глупого, бодливого теленка. Нужно кольцо в нос и доску на лоб. Елисавета, 6 лет. Хотя и сестра Анфисе, но полная противоположность ее. Лукавая, соврет, дорого за то не возьмет. Как только отлечешься, она норовит куда-либо спрятаться, убежать, чтобы не работать. С ленью не расстается. Трусливая, боится наказания. Аккуратная, вещи в порядке, но забывает их за станом. Ласковая, характер не злобный. Простая, доверчивая. Очень любопытная, прислушивается к разговору взрослых. Любит играть, купаться. Может быть, изобретательно в игре. На молитве и на поучениях из Библии ведет себя, как и Никита, ее брат. Тут ей еще далеко до сестры Анфисы. Руки в движении постоянно, а значит, дум никаких. Страха Божия нет, а есть ли вера? Спит по-мертвецки. Можно тащить, бросать, и даже, кажется, жечь, топить. Лиза даже признаков жизни не подаст. Признак духовно тяжелой болезни, особенно, когда дети причащаются. Анфиса, 4 года. Маленькая старушка. Ее пристально изучающий, недетский взгляд, высказывания порой ставят в тупик, удивляют и изумляют. Рассудительная они по годам, сообразительная, прямолинейная, себе на уме, но не двуличная. Имеет самостоятельные суждения, личность. Она неведомая, а ведущая. Атаман в юбке. Взгляд на остальных с птичьего полета. Бескомпромиссность в суждениях. Если кого не взлюбила, то будет молча с презрением смотреть в глаза, демонстративно игнорировать. Если от презренного что-то нужно, то будет ходить кругами, пока не получит желаемого. Очень обидчиво и злопамятно. Упрямый характер может быть на пользу, если будет у нее страх Божий с крепкой верой. Из таких получались святые и подвижники. Плохо, если вера будет наружная. И во взрослой жизни ей будет непросто, особенно в семье. Трудолюбивая, старательная, аккуратная. На лету схватывает все, что видит и слышит. Хорошая память и слух музыкальный. Усидчива, терпелива в работе. Редкая черта не только для ребенка, но и для взрослых. Несмотря на свой юный возраст, пользуется авторитетом у детей и удивлением у взрослых. Родителям следует быть очень внимательными в том, что они говорят и делают, и в ее присутствии говорить с ней о духовном и молиться. Приучить ее к уважению старших, к благодарности по отношению к окружающим. Положительная черта не лжет, но может запираться. Знает себе цену, умеет кокетничать, строить глазки. А Анфису в глаза нельзя хвалить. Сразу начинает ломаться. Смелая, любит купаться. Где положительные прошлые герои? Перечисляет Библия их сон. Кровь Авеля земля никак не скроет, и под завалами раздавленный сам сон. Переживаю боль их расставания с их жизнью, что по-своему им сладка. Час воскресения для них и нас настанет. Настанут новые вселенские порядки. Час воздаяния для них, но не без нас. В едином торжестве соединимся. На тех же пажетях спаситель верных пас. Воображением рассматриваю снимки. С такой же жаждой к жизни в телесах, как пересилили страдания и мучения, перед кончиною преодолели страх. Мы отличаемся от них хотя бы чем-то. Перешагнув незримый горизонт, любившие любимые родными, в раз посчитавшие реальное за сон, бессмертным вечное, что подступило ныне. Экранизирую дела святых, поступки, как выглядели и какого были роста. Все сведения о них реально скупы. В их жизни было все обыденно и просто. Неправда зацепила захламиду. Попрание истины их жгло и волновало. Могли прожить, не подавая виду. И не было б того, что в жизни их настало. Они для всех времен и всех народов живым упреком воскресают ныне. Бьют по карману по живой утробе. Напоминают, что все это минет. Без зависти святыми восхищаюсь. Прошу Христа помочь, чтоб оказаться с ними. Прощаюсь с близкими, с любимыми вещами. Рассматриваю прошлого. Расплывчатые снимки. 16 августа 2005 года. Игла.